а здрасте а вася вернулся на кавказ точнее почему вернулся переехал на кавказ и мы продолжаем в общем-то проходить нашу карьеру на карте дары кавказа в прошлой серии друзья мы убрали вот это вот поле на чужой технике и сегодня наша задача купить технику и и вообще потратить денег немножечко самую малость я подумал о том что всю технику я покупать не буду сразу хотя наверно уже можно было бы но в общем то будем все покупать по мере надобности кто-то наверное сразу же спросит откуда у василия столько денег а вот отсюда да друзья немножко образовалась свободного времени и поэтому было выполнено несколько контрактиков давайте еще обратимся к нашему рейтингу соответственно что мне это все дало вот выполненное задание выполненные контракты а видимо это именно внутриигровые считаются работа по найму которая идет по игре в рейтинг не засчитывается но там была уборка полей поэтому у меня обмолоченная площадь уже 40 гектаров соответственно 4 единички рейтинга мне это дало и того рейтинга у нас теперь 6 покупок друзья ближайшие что я хочу прикупить это разумеется 12 поле 210 тысяч она стоит 13 поле 769 тысяч стоит но это уже после 12 разумеется хотел я приобрести еще 9 поле но тут тоже нужен рейтинг 40 минимум его наверно тяжело будет накопить плюс нам нужно хранилище круглых тюков потом объясню почему но рейтинга тоже пока что не хватает но вроде как можно взять типа в аренду то есть тюки туда можно складировать но мы будем платить за это деньги корма смесителем я немножко не понимаю тут как бы рейтинг у нас 20 требуется и надо его купить но если мы посмотрим сюда тут как бы линия 1 и ресурсы и теоретически мы можем все это дело сейчас заполнить и у нас будет производиться моносмесь мы кстати сегодня это дело попробуем я думаю мы можем туда тюки засовывать у нас он солома есть а почему бы не попробовать да вот это касается что касается он ближайшей покупки недвижимости и и прочего дерьма плюс из полей я хотел бы наверное приобрести какое-нибудь поле в нижних краях 17 или 18 скорее даже 18 потому что на него тоже рейтинг не надо хотя посмотрим насколько быстро мы будем его зарабатывать дело в том что здесь рядом находится у нас бга силу с эта тема поэтому посмотрим о больших полях пока не идет никакой речи тут вообще требуется рейтинг под сотню связи с обновлением карты как-то мои планы немножко подкорректировались из-за этого ну и ладно также друзья сегодня я в общем то хотел прикупить еще животных они нам нужны и и для рейтинга и вообще чтобы они были поэтому съездим прикупим их а также надо будет съездить купить семян и удобрения это делается в садовом центре привезем их сюда и сраная монетка где-то здесь рядом впадлу ее сейчас доставать напомню на крыше лежит семена удобрения у нас привозятся на базу в общем-то хранятся здесь будем сеять что нибудь и так далее в общем-то давайте начинать тогда для начала конечно же мы переходим в магазин ларек морек и магазин в общем-то да тут тоже где-то монетка лежит по моему она где-то здесь была когда-то до монетки нам потом еще понадобится поверьте на слова короче первая задача у нас это убрать солому которая осталась у нас на поле так как ее негде складировать ее можно то ли собрать в прицеп и соответственно продать то ли затюковать и отправить на склад тюков то продавать я не вижу сейчас смысла вроде как не сильно мы нуждаемся в деньгах хотя лишними они не будут я в общем то хочу все это дело именно затюковать поэтому нужно купить трактор и тюковщик именно это не это меню покупки да у нас да у нас вон там он дилер находится чё ты чё меня туда перекинул это ладно ничего страшного купим здесь а я знаю что можно это сделать через меню соответственно первая наша покупка это тюковщик prf 180 зеленого цвета или не зеленого давайте действительно красного купим соответственно 10 тысяч долларов он нам обойдется мы его покупаем и соответственно друзья первый трактор который мы купим это будет мтз 1221 тоже красненького цвета возьмем под цвет тюковщика они у нас первые будут работать 130 лошадок в нем есть это очень даже неплохая мощность для начала это дело мы тоже берем 82 тысячи боже мой бешеные деньги и вроде когда вот здесь вот это все дело у нас появилась белорусик вроде как он типа должен быть норм ну в принципе норм да даже едет что самое приятное цепляем короче все это дерьмо и встречаемся уже на базе ну и что ж теперь нам надо все это дерьмо затюковать каким-то чудо образом а чё чудо образом есть трактор есть тюковщик бери да тюкуй в чем проблема придумываю себе какие-то задачи непонятные точнее проблемы ведь проблем то нету никаких бери да тюкуй соответственно включаем эту штуку он даже крутится нихрена себе как приятно и начинаем сбор соломки соломка собирается отлично мне это нравится определенно довольно таки большая скорость работы надеюсь что тюки стандартного размера будут они не знаю уменьшенные какие-то то знаете бывает в модовой технике такое дерьмо да они по 4 куба будут ну и замечательно одна проходка получается около трех кубов неплохо хорошо давайте тогда продолжим это все дерьмо так вот здесь где-то у нас будет конец да она даже перестала собираться соответственно тюк мы этот выгружаем теперь он здесь лежит и покатился падла вниз вот это болит не очень хорошая идея если честно это это беда кстати могут быть потом проблемы ладно погнали дальше собирать 2 2 тоже готов на выгружаем его закрываем крышечку и очень-то погнали еще один тоже сделаем так тарешка кстати вполне симпатичный да вот с этими будет проблема они будут здесь мешать определенно ладно я я то смогу его объехать каким-нибудь образом а если мы валерона наймем а я-то собираюсь валерона нанять ё-моё будем считать что там все нормально лежит перевернулся да если бы он вот так вот лежал они его так вот оставлялись на бок они бы не катались но ничего не поделаешь что ладно собираем дальше-то да 3 тоже готов выгружаем его прикольно но он то они этот не укатывается те которые но тут горка понятно что то будет укатываться что-то нет ладно в общем-то отправляем работать валерона только чё-то она смотрю сильно быстро ехать не хочет видимо боится они все нормально оказанула в общем-то должна будет нормально работать или нет надеюсь что будет меня конечно больше все беспокоит дабы не было у нее проблем с этими тюками мы-то их конечно можем и отодвигать без проблем ну ладно посмотрим я думаю она справится она же справится она же должна быть умничкой конечно у нее большие радиусы идут и ну ладно там же девочка работала куда сейчас валера какой-то ёшкин кот ей я вообще-то не знаю как это работает ладно ах да кстати совсем забыл оказывается ферму купили а в ней куча долгов поэтому давайте мы их сразу погасим чтобы у кредиторов не было никаких проблем чтобы к нам они потом не приходили и не угрожали и ничего не отобрали но его нафиг уж ферма зашла в такие долги мы тут еле-еле как-то сможем из этого дерьма выбираться точнее могли бы но нет все нормально и опять это сраная монета она меня бесит ладно потом как нибудь ее соберем погнали в общем-то в магазин нам еще техника нужна далее друзья нам нужно съездить за семенами и удобрениями для этого надо купить что-нибудь что будет соответственно возить всякую сыпучую дрень я в общем-то не знаю почему но мне захотелось купить именно вот такого вот урала ставим на него движку помощнее на 10 лошадок урал сельхозник покажи как ты выглядишь нормально выглядит вполне себе такая вот колхозная хреновина я думаю отличная проходимость у нее должна быть ну-ка заценим тут он вообще прекрасно выглядит нормально нормально заводится и и все с ним тоже в принципе хорошо ну и что ж погнали тогда сразу не на базу а в садовый центр до вы находится на отшибе у нас весь этот торговый центр точнее садовый центр как тут к ним удобнее подъехать то но всякое всящина тут есть много у нас на 9 кубов кузов поэтому мы 9 кубов наверно сразу этого дерьма всего и возьмем съездить увы придется два раза семена у них их сейчас много 182 куба есть я думаю вам столько и не понадобится 8100 нам это обошлось блин деньги тают просто на глазах в общем то ладно поехали тогда домой да пусть увы долгие ничего с этим не поделаешь но я думаю нам этих семян должно хватить надолго все-таки 9 кубов это это немало нужно еще по-хорошему за удобрениями сгоняет туда же я сейчас гоняем пока посмотрим как у нас тут дела с тюками обстоят да они покатались смысле по укатывались ну вроде как валерка работает все на ну все норм не так много здесь тюков получается с этого поля но она в принципе маленькое урожая здесь мало и тюков здесь мало давайте-ка мы попробуем запустить сейчас наш кормосмеситель я конечно прекрасно понимаю что в этот самый в урал тюки закидывает такое себе удовольствие но все мы помним что вася у нас сильный и он сможет это сделать мы просто одну один тюк туда отвезем сейчас все будет норм ну-ка погнали на поле и заодно посмотрим как работает хранилище тюков сколько туда влазит это все очень интересно если так подумать давайте-ка вот этот вот закинем туда сейчас перевезем к давай-ка вылазь берем вот этот вот тюк и прям в кузов его вот так вот пау вроде как он выпасть не должен будет конечно там болтаться но но выпасть не должен соответственно поехали найдем наш кормосмеситель мне тут наш какой же написали в коментах с эстонским акцентом кавказец порассказывал где где чё вы же понимаете я же сразу все не могу запомнить так справа вот а так это доилка скорее всего а где кормосмеситель то надо надо идти опять в разведку здесь у нас хранилище здесь у нас сам коровник у нас доилка здесь у нас навоз а кормосмеситель я проехал я лошара все бывает я понял ничего страшного со всеми случается все мы знаем что тупняк это я люблю хотя может и нет ну и ладно так кормосмеситель ну вот он здесь и куда здесь чё запихивать хороший вопрос то сказал а открывается вот эта штука а кстати сама открылась когда к ней подошел но давай ё-моё как те отфутболил это видимо это так не работает может быть солому надо в этом сам не в тюках ладно что мы придумаем так тут у нас квадратные тюки значит там у нас круглые ну давайте попробуем сюда его отнести да он просто исчез можно открыть меню у нас есть вот склады хранилище урожая произведенные хранилище круглых тюков вот оно сюда появилось 660 кубов сюда влазит и мне очень впадло считать на самом деле сколько это лить по количеству тюков ну ладно значит наверно придется их закидывать сюда вообще соломку неплохо было бы немножко собрать и в таком виде и валера стой пока не работай слышишь меня подожди и иди сходи покури нам сейчас нужно принять тут важное решение давай кури только это самое двигатель надо заглушить пускай эти тюки пока здесь лежат я что-то тут под задумался насчет соломы просто еще коровкам нужна солома в обычном виде сейчас мы что-нибудь придумаем между тем у нас урал что нам нужно ой нам на нем нужно съездить за удобрениями нам нужно что-то придумать с этой соломой чем ее собирать хороший вопрос это в принципе есть идея чем и как это делать ну ладно друзья в общем-то поехали за удобрениями сейчас мы еще кое-что решим прибываем и к садовому центру давайте тоже еще наполним сейчас наш кузов удобрениями удобрения кстати у них что-то как-то не очень много здесь ну и ладно соответственно пока заглушим кузов есть тут у нас два дельца грядка какая-то смотрите тут рядом у нас с торговым центром точнее садовым центром находится продавец животных и собственно так как у нас есть деньги на животных то надо их купить везти я их вручную уже не буду хрен с ним но в общем то сейчас мы прикупим во первых тут продаются курочки я не знаю нахрена не нужны они дают яйца у нас их есть 25 штук давайте купим еще дохрена давайте сделаем их чтобы было 200 вот так вот посмотрим в итоге как это работает 35000 это стоит вместе с доставкой насколько я понимаю чем доставка намного дороже стоит да и ну ладно пофигу соответственно покупаем 175 курочек возьмем наверное где-то штук 70 овец не знаю почему 70 но давайте возьмем 70 до оплата это за доставку и курочки обошлись довольно таки дорого ладно возьмем сотню овец пускай будут сотня 70 тысяч плюс 15 за доставку 85 тысяч вполне себе нормальная и возьмем еще коровок свинок я брать не хочу коровки относительно дорогие на в два раза дороже возьмем их 50 штук тоже 82 тысячи еще платим в общем то коровки и овечки у нас все это дело есть она пока что не работает кстати можно открыть меню животных соответственно посмотреть что у нас тут да как производительность везде 0 процентов соответственно жидкий навоз это они делают навоз молоко вода это все они делают солома им нужно 15 кубов силоса нужно дохрена сена нужно дохрена и соломы да кстати с обновлением карты здесь появилась такая штука что можно выбрать план питания если мы хотим поставить план питания молочный например соответственно они будут делать больше молока насколько я понимаю но будут медленнее размножаться им нужна вода солома моносмесь и картофель свекла у нас кстати все это дерьмо есть но точнее моносмесь теоретически мы сможем сделать если работает этот сраный кормосмеситель также тут можно кстати на рост стада выбрать план питания соответственно меньше моносмеси добавляются отруби жмых у нас роста да пока что не очень интересует давайте молочный поставим соответственно попытаемся им все это предоставить соответственно по овцам у нас тоже все просто только овцам еще нужен силос на кой черт им силы с хрена узнает соответственно сено трава но травы мы им добудем и вода на сотню овец не так уж много им кстати всего надо меня это радует этого нашей дней будет хватать и еще у нас есть меню курочек курочек кстати здесь тоже нужно кормить это именно особенность карты соответственно надо им капелька водички немножко пшениточки отруби жмых вряд ли я сегодня повезу что-нибудь нашим курам очень впадло друзья смотрите что я здесь нашел здесь у нас огромная лужайка с травой и просто грех ее нахрен здесь не выкосить и же не надо покупать участок здесь трава общая поэтому я думаю что мы сегодня приедем и немножко покосим травушки опять-таки закинем коровкам закинем силостную яму закинем в кормосмеситель если это падла заработает для этого правда нужна техника но мы сюда еще вернемся сегодня поехали отвезем обратно удобрения это самое сейчас важное кстати где воду брать я тоже пока хз там есть к это колонка но я не знаю можно ли оттуда брать воду не помню я миллион лет уже здесь не играл в общем-то ладно погнали на базу высыпем удобрения и будем что-то придумывать здрасте еще раз выгружаем удобрение 9 кубов у нас есть семян и удобрений на первое время этого должно хватить прям с лихвой как мне кажется я по крайней мере очень на это надеюсь соответственно давайте-ка пока бросим урала здесь и что-то мне впадлу тащиться туда косить траву для проверки работоспособности всего этого дерьма монетка хорош пикать надо посмотреть если у нас трава здесь и в принципе она есть поэтому можно сегодня попробовать покосить ее здесь давайте кого так вот мы это сделал вот сюда вот все закинем ну и соответственно тогда опять ехать в магазин потому что надо брать косилку травка есть меня это радует не не очень ее здесь много она есть и это хорошо и так что нам надо в магазине для начала нам нужно что-то чем мы будем косить нашу травку и я решил взять именно комбайн силосуборочный комбайн теоретически он должен косить травку по крайне мере на зеленой долине это дерьмо работала соответственно покупаем мы его это будет don 680 к нему соответственно нужно жатко насколько я понимаю это она хотя тут ford rift написано но вроде как это нет это нихрена не она этот пресс-подборщик это уже скошенной травы для кукурузы блин теоретически должно работать если что продадим короче берем эту жатку она похожа по цвету а также мы возьмем вот такой вот фуражный прицеп который каким-то чудо образом непонятно каким теоретически даже земли подбирает все дерьмо которое там рассыпано 4500 он стоит мы его тоже берем слушайте мы за сегодня все бабло потратили еще 132 тысячи нам это все обошлось так вот это все дело у нас стоит давайте пробовать это все дело цеплять тут вроде как есть какой-то типа фаркопа для прицепа такая жатко у нас той стороны цепляется но мы по крайней мере попробуем че уж там но теоретически это должно работать до жатко цепанулась прицеп я надеюсь тоже цепанется без особых проблем чтобы в него сразу все это дело скидывать да прицеп тоже цепанулся так что друзья до встречи на базе тогда хотя нет соврал давайте попробуем здесь немножко скосить травы чужой чужую траву можно косить да поэтому открываем трубу врубаем вот это все дерьмо и погнали и нет она ничего не они работают все замечательно все вырубаем чужого нам не надо поедем косить свое а то здесь как-то некрасиво это все будет выглядеть но это было в качестве тестов так что не пинайте меня давайте друзья наверное мы начнем примерно вот отсюда почему бы нет врубаем всю эту шайтан машину и будем сейчас вот здесь так вот все пробовать выкашивать мне кажется травы здесь очень немного получается из-за этого что-то вот сейчас это все дерьмо не работает а в чем прикол почему там работало а здесь не работает вообще не прикольно что-то новенькое опускаем жатку включаем вот эту шайтан машину еще раз и ничего или вот это у нас трава а там была не трава нет буга гашенька как это понимать вообще почему там это дерьмо работало а здесь не работает я вообще не понимаю прикола я не знаю даже зачем я вышел и что я здесь осматриваю но прикола я реально не понимаю ладно поехали ближе к полю может быть здесь это все дело заработает ну вот же типа лужайка травы и она нихрена здесь не косит как почему как это работает может быть потому что здесь теоретически не растет трава у нас трава да это не трава трава у нас растет на специальных лужайках вот она как работает и здесь нет травы ее нельзя косить то что около садового центра вот она чё михалыч соответственно трава у нас растет около магазина около сарая две лужайки есть и вот здесь за заправкой рядом тоже есть небольшая лужайка и все травы больше нигде нету ее нельзя косить прикольно что-то новенькое ладно мы едем тогда обратно к магазину ну вот типа здесь у нас травка растет деревья правда мешают валерона вообще тяжело будет объяснить что это деревья и что они мешают и что их надо объезжать ну да здесь у нас косится здесь это все дерьмо работает ну ладно давайте немножко покосим травы себе только чё ты как-то я бы не сказал что прямо в прицеп к нам залетает как-то это тоже дело не очень понятно работает хрен его знает что-то вроде выкашивается в прицеп к нам не летит что-то еще с прицепом не то ладно не но это же не дело мы возьмем тогда другой прицеп мы рядом с магазином находимся поэтому это не проблема вот такой симпатичный прицеп чеки я нашел давайте возьмем его 6000 всего стоит не очень большой этот пока трогать не будем пускай стоит здесь а еще эта трава кстати падла вытаптывается вот так это работает видите там где колесами проехал там травы у нас и не стало есть кстати вероятность того что она ближайшее время именно в тех местах ты не вырастет главное что прицепчик цепанулся ну что погнали попробуем в него все грузить а ось нормально заработает я по крайней мере на это да я все время так говорю что я по крайней мере на это очень надеюсь и все время происходит какое-то что-то не то все идет не по плану а вот тут сразу пошло ведь и заполнение видимо там что-то не то с прицепом ну и ладно тогда давайте немножечко покосим самую малость вот а тут ее нормально даже получается если этим прицепом косить ну давайте заполняем этот прицепчик правда козырь из меня еще еще тот ну и ладно чем а тут добудем травки немножко главное посмотреть как это дерьмо работает а уже все манипуляции будем делать чуть попозже так вот мы и забили один прицепчик давайте отвезем теперь его на базу посмотрим высыпется ли это дерьмо в кормосмеситель это самое важное на данный момент что меня интересует так и это бодяга у нас сама не открывается да а хотя вон появилась значок разгрузки склад не принимает товары вот же падла что-то мне подсказывает что его надо все-таки купить да кстати ведут купили 50 коровок и 100 овечек у нас еще немножко поднялся рейтинг но здесь его типов собственности нету требуется рейтинг 20 330 тысяч стоит ясно понятно ладно давайте тогда высыпем пол прицепа коровам пол прицепа этим сам овечкам пускай хоть чуть-чуть производительность подрастет здесь не покупают такой товар как трава это поилка потому что было да да это было поилка стоим хватит столько им хватит пока столько еще немножко коровкам тоже высыпем пускай они тоже там начинают видимо жатку надо будет оставить здесь потому что фиг я с ней туда проеду тоже какие-то триггера фиг поймешь здесь скорее всего у нас солома а не трава здесь запасов полной кормушки хватает на 6 дней как это понимать мне кажется кормушка у них как раз таки вот здесь находится да тоже запаса хватает на 6 дней что не так то а если сюда здесь не покупают такой товар как трава понятно хорошо давайте посмотрим чего у нас да как так овцам нужно всего лишь 11 кубов то есть еще прицеп по сути дела вода им еще нужно коровам есть вероятность того что я сейчас поменял им план питания и здесь нужно именно моносмесь давайте мы базовую поставим и попробуем траву высыпать на базовом плане питания здесь не покупают ну да здесь скорее всего вода у нас но мне кажется что это именно так работает поэтому поехали подъедем кормушечки о видите сейчас заработала да вот так это работает все понятно все предельно ясно хорошо сегодня мы уже не будем косить траву там в следующий раз мы займемся по косам сегодня мы разобрались как это работает рейтинг у нас на данный момент 11 это хорошо ладно развиваемся по крайней мере открыть закрыть левую дверь что ты от меня хочешь я не могу выбраться из комбайна я застрял во выбрался стой пока дружище здесь или нет или давай давай тебя на базу загоним а то тут воруют технику падлы сливают топляк и отбирают семена и все что можно только плохое случится все все может случиться без проблем без проблем могут случиться проблемы да именно так я и сказал все стой пока здесь мы стой потом разберемся съездил я в общем-то за этим прицепчиком который мы первый взяли он у нас нормально не работал как надо с этим в комбайном силосным но мы посмотрим собирает ли он траву а смотрите чё я не знаю хорошо ли вы видите тут какие-то это грабли это обычные грабли даже обычные виллы если мы это дело сейчас включаем видимо так она и подбирается но идея по крайней мере ха да в общем то хорошо солому он собирает это уже хорошо 10 метров но это оригинально сделано я сейчас подойду вам ближе по покажу типа вот такие вот виллы ну кстати да может быть так она и работает понятно что это наверное люди должны делать и они тут вообще в воздухе летают но идея занятная хорошо нам надо сейчас собрать прицепчик соломы отвезти его коровкам а и он собирает довольно таки широко ну я люблю когда широко собирается насчет прицепчика кстати я мог погорячиться сколько им всего надо солом 15 кубов прицеп у нас по моему кстати тоже на 15 или нет прицеп у нас больше значит соберем 15 чтобы но вы поняли прицеп у нас на 25 соберем просто даже два ряда тупо остальное затюкуем сбор медленно идет вот это я не люблю обычно сбор вот этого всего дела фуражными прицепами идет довольно быстро а он всего 12 едет ну и ладно мы никуда не торопимся времени у нас вагон тут примерно 15 кубов и будет чуть меньше чем это дело коровкам отвезем не у них будет подстилочка они будут мычать такие довольные довольные складываем это все дело и просто грабли исчезли они просто исчезли просто испарились вот вот так вот это работает но но и ладно овечкам же солома не нужна правильно или нужна я чё-то как-то с животными на вы знаете ли нет сена трава и силосами и вода нужна силос хрен знает зачем как-то я не помню чтобы овцы жрали силос ну и ладно мы им тогда его привезем это тоже не проблема правда уже следующий раз потому что у нас его сейчас нету так а солома у нас высыпается по-моему где-то здесь нет да здесь у нас высыпается соломка подсилочка им появляется они будут радостные в меню у нас соответственно солома появилась почти забитая на сто процентов трава поесть у них есть им еще нужна вода без воды они ничего делать не смогут и для воды блин опять нужно ехать магазин за новой бочкой это не очень хорошо я уже задолбался туда ездить если честно ну ладно съездим не проблема сейчас только этот прицепчик тоже на базу загоню чтобы не стебрили а то знаете ли всякое в жизни бывает поставим его пока что тоже примерно вот сюда уже потом порядке наводить будем собственно какая бочка нам нужна нам нужна какая-нибудь бочка и молоко они не возят я видимо не поставил дан которая возит еще и молоко вот это универсальная которая к зилу идет она молоко возит она идет к зилу они к трактору и вот тоже есть такая для молока специально тоже вода молоком даже посимпатичнее будет она тоже взяла ладно на первое время возьмем тогда вот эту вот за четыре с половиной тысячи покупаем ее я думаю что на первое время ее прям должно хватить с лихвой где она кстати а вон она впереди за зеркало не видно погнали ее тоже заберем что-то мне подсказывает что около той колонки которая около мусорок находится должна быть возможность ее наполнить не знаю поехали глянем что ли вот про это друзья колонку я вам говорил но теоретически здесь должна вода набираться да она набирается причем довольно быстро что тоже меня радует хорошо погнали тогда отвезем один прицепчик овцам и один прицепчик коровкам или вообще не распределим один прицеп и туда и туда пока что это вроде как должно будет работать они уже тут нагадили надо будет за ними убираться потом коробочки мои у вас так много здесь ну да 50 штук же все-таки но и и она сюда не выливается серьезно не то бочка как так-то нож должно сюда выливаться нет здесь у нас трава или у нас внезапно здесь поилки я в это не верю если честно охренеть еще и бочка не подходит ну что за дичь ладно посмотрим что у нас у овечек это же точно должна быть поилка правильно здесь она тоже не выливается беда но мне что-то подсказывает что это просто тупо не то бочка ну то есть она не подходит здесь блин это это странно взял я в аренду в общем-то другую бочку и маленький тракторочек и сейчас это все дерьмо работает видимо неправильную бочку я купил ну и ладно в следующий раз тогда мы им купим правильную высыпали в общем-то немножко вылили водички нашим коровкам поехали то же самое сделаем с нашими овечками вода один процент у них вода им видимо надо очень много один процент это мы два с половиной куба вы 250 кубов что ли надо воды а им не жирно будет они же там описываются потом столько пить вы чё так овечки друзья мои давайте-ка вам вылим водички от овечкам воды сразу же прилетело аж 17 сколько тут 25 процентов да это много так ставим это все дерьмо здесь давайте залезем в меню животных у коров соответственно уже навоз появился минимальное количество какой-то в общем-то вода есть до 150 кубов им надо это много в следующий раз в общем-то займемся этим по овцам соответственно тоже у них все есть силоса нету не знаю производство производительность у них повысится сейчас или нет это видимо только со временем то есть моментом это все не должно сработать или давайте промотаем немножко времени например полчасика почему вы и нет или не получаешь когда эти 15 минут ладно время деньги мотать столько времени такое себе нет производительность 0 процентов и сверху самолетик пролетел производительность 0 процентов видимо для производительности им надо тогда все забивать все носила с травам беда она друзья итак серия по моему очень очень длинная получилось насколько я могу судить по своим ощущениям встречи раз в общем-то продолжим всем заниматься животными разберемся с ними плюс поле наверное будем его сеять что-нибудь там опять-таки новую технику приобретем посмотрим что животными будет вы не забывайте про лайки про комментарии если вы не подписаны то подписывайтесь и в общем-то всем огромное спасибо за внимание с вами был никита дилей всем всего доброго пока-пока до сих пор